Песня «Москва» Песня «Москва» Песня «Москва» хуже. Но границы открыты, вы можете съебаться, скатерть у дорожка. И знаете, я вот вообще последний человек в сфере образования. Я не компетентен в этом вопросе и каких-то супер серьезных заявлений делать не могу. Однако, есть Елена Ленская, от которой я возьму один тезис, оставлю на ее лекцию об образовании в описании и вытащу всего одну фразу. Я думаю, все слышали тезис про то, что в Советском Союзе было лучшее образование. И я, например, всегда принимал это на веру и вообще об этом не задумывался. Но если пораскинуть мозгами, то оказывается, что лучшее образование в Советском Союзе это то же самое, что перевыполненный план за пятилетку. Типа, ну, окей, но никто не уверен, что это на самом деле правда. Данные об образовании в других странах мы, Россия, получили только в 90-е годы. И тут не может быть объективного сравнения, мы все-таки были изолированы. Но даже те тесты, которые проводились, они давали разные результаты. Действительно, есть тесты, в которых советские школьники, постсоветские школьники занимали неплохие места. Но, например, в тесте ПИСа... Смешно пиздец, понимаю. Понятно. Мы на последних местах. Отличие его в том, что там баллы начисляются не просто за выполнение задания, а именно за то, насколько ты его понял. Как ты понял текст, как ты это сформулировал и т.д. и т.п. С этим мы прям не справляемся. Это, в принципе, каждому очевидно и это следует из всего, что я сказал до этого, что нынешнее российское образование, оно далеко не лучшее. Оно не соответствует мировым стандартам, и это печальная данность, с которой мы все живем. Так вот, здрасте, вы на канале Сейна, и сегодня я расскажу вам, как должно выглядеть настоящее современное образование. Я снял этот ролик, потому что я предложил вам в инстаграме сделать, типа, такой видос, и вы очень прям меня поддержали в этом, писали это в комментах в инстаграме, на ютубе. Вообще, знаете, я чаще выпускаю ролики, если вы о них просите. Просто для галочки сообщаю. Я не хочу этим роликом настраивать людей против российских школ, потому что, ну, вам придется в них доучиться. К сожалению, система такая, что вы очень мало чего сможете сделать в этой стране, если школу не закончите. Но вообще, если честно, прям завидно становится. Основное отличие финской системы в том, что она децентрализована. У них нет жестких экзаменов, как наши ЕГЭ. Там, ну да, есть финальный экзамен, как бы, по выходу из школы, но при этом на него никого не надрачивают. Финам очень важно, чтобы люди получали знания, а не способность сдавать экзамены. То же самое относится к программе, которую преподают учителя. Каждому позволено вести урок так, как он хочет. В итоге все так или иначе получат похожий объем знаний, однако в этом учителю дается полная свобода. Но к свободе приплюсовывается контроль за учителем. Учителем быть престижно. Эти люди получают действительно очень неплохие, а по российским меркам заоблачные деньги. Пользуются уважением в обществе, но при этом у них нет такой твердой и устойчивой подушки, как у нас в России. У нас, если учитель работает в школе, то он там может находиться просто 45 миллиардов лет, заниматься всеми делами сразу, работать в 4 смены на четырех разных воучительских профессиях. В принципе, ничего такого. Физрук ведет труд, физику, математику и еще с альтонской шишкой делает. В принципе, можно. В Финляндии такого нет. В Финляндии мало того, что регулярно меняется. Педсостав это делается специально, чтобы учителя не засиживались на одном месте, и у них был стимул постоянно развиваться. Также учителя могут за любой проступок из школы выгнать. Просто моментально. потому что учитель это ответственная профессия, и здесь ошибки не допускаются. У них нет первого сентября, каждая школа начинает учиться так, как ей удобно начинать учиться, в зависимости от региона, от наполненности этой школы и т.д. и т.п. Все школы одинаковые, нет престижных и отстающих сельских. Все школы примерно равны. Педсостав меняется постоянно. Педагог из столицы может преподавать в регионе и наоборот. И прикиньте, первые девять классов им не нужно носить ничего с собой. То есть, ручки, тетрадки, учебники, всю херню дают вам в школе. Вот эта вот ситуация, когда идет семилетний ребенок и за ним тащится рюкзак в два раза больше ребенка, вот эта вот херня, как будто их двое, он своего друга в рюкзаке несет, у них такого нет. Оказалось, можно без этого обойтись. Если объединить все вышесказанное, то напрашивается вывод. Финнам важно сделать не просто человека, который сдаст экзамен, не просто человека, который будет вот вписываться в эти бюрократические нормы, установленные. Им важно выпустить именно социально адаптированную, полноценную личность, которая может функционировать в социуме. Так, например, им преподают все бытовые экономические фишечки. Кредиты, ипотеки, залог, налог, кадастровые платежи, всю эту херню. Мне вот 19 лет. Я ебнулся со всем этим разбираться. Оплата за квартиру, чеки, которые, если вам нет 18, вам в 18 лет начнут приходить чеки за ваше имущество. Блять, вы вообще представляете, что за имущество? А куда? А какая у вас доля? А что? А что? А что? А что? А вот вам в банке нужно будет прийти, получить квитанцию. Вы что на табло-то будете нажимать? Вы же вообще, блять, не в курсе. А финские дети это знают. В финской школе 9 обязательных классов, на 10 ты можешь остаться по желанию, и ты можешь уйти после 9. И тебя не будут порицать. У них высшее образование – это не формальность, а серьезный труд. И если человеку не хочется получать вышку, а, допустим, ему хочется быть водителем автобуса, или у него семейный бизнес, ему вот просто вот школу бы закончить и пойти там к отцу в фирму работать, ему это никак не помешает в жизни. Потому что в Финляндии создаются равномерно все ячейки общества. Не получается так, что есть те, у кого получилось, те ушли там куда-то, да, высоко, а те, у кого не получилось, работают там официантами, маршрутчиками, таксистами и т.д. и т.п. Там люди довольны своей работой. Их встроенность в социум начинается с детских садов и школ, в которых даже не обязательно сидеть за партами. Дети рассаживаются на полу, их выводят гулять постоянно, к ним относятся как к людям с самого начала. Их не загоняют в рамки и находят индивидуальный подход к каждому, поэтому непопулярны списывания. Ты не можешь не успевать за программой, когда программа делается именно под тебя. Под тебя подстраивается образование вначале, под тебя выберется профессия, под тебя купится дом, ну естественно, тобой, и после этого ты сделаешь детей, и под твоих детей будет то же самое. И там интереснейшая система поощрения, кстати, многодетных семей, но я вам это сейчас не буду рассказывать. Однако, я советую вам это прочитать, потому что топовые устройства общества это жутко интересно. Также вброшу небольшую штучку, что по именно интересности для изучения такой же интересной, как финская, сингапурская образование. Сингапур вообще, если в историческом масштабе, то совсем недавно был вообще куском Китая, а теперь он как бы стал отдельный, и примерно лет пятьдесят назад там не было вообще ничего. Сейчас Сингапур топовый по образованию. Если вы смотрите западный ютуб, вы наверняка знаете, кто такой Домикс, один из крупнейших ютуберов планеты. Сам по себе он филиппинец, после этого его семья перебралась в Сингапур, а после этого в Канаду. То есть, понимаете? Филиппины, остров очень бедный, типа прям очень, и Канада, одна из благополучнейших стран планеты. И Сингапур был где-то посередине, где-то двадцать лет назад. Прям хочется в этом разобраться. Так существование высших учебных заведений и школ в Сингапуре и Финляндии никак не отменяет существование того же самого, допустим, в Великобритании. В той же Англии, в Оксфорде, Кембридже и все остальное она сильно отличается и от финской и от сингапурской, но тем не менее успешно. Важный факт, который их объединяет, они пытаются не отбить у человека желание учиться, а наоборот его усилить, культивировать, сделать саморазвитие необходимой важной частью жизни, перманентной, как бы на весь ее промежуток. Да, в вашей школе все враждебно. Ваша школа выглядит как блядская тюрьма, а в вашей столовой в школе кормят еще хуже, чем в тюрьме. Это ваша данность. Печальный факт. Однако, если вы перестанете развиваться, то такая обстановочка возможно будет преследовать вас всю вашу жизнь. Дефекты у системы есть, но за счет ее заржавелости и закостенелости вы можете найти в ней лазейки и все-таки получить хорошее образование. И вот он еще один ролик по вашим заявкам. Мне приятно такие снимать. И если вы вот прям вот думаете, что ваша идея для ролика прям крутая, вот прям я без нее, блядь, не обойдусь. Пишите ее в комментах. Поверьте в себя, вдруг это правда охуенно. Вполне себе. Ты знаешь за кнопку подписки. А это другие ролики. Можно тыкать на другие ролики, их смотреть и мне лучше и вам лучше. Вам просмотр, полноценный, крутой ролик. Мне очень маленькие деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова